Субтитры делал DimaTorzok И как оказалось, я такой не один. По моему мнению, у нас здесь целая преступная группа. Какая-то причина. Или это халатность какая-то. Или это просто несовершенство нашего российского законодательства. Там есть два персонажа. Это Тружков Алексей Сергеевич. Судя по Спарку, он занимался когда-то строительным бизнесом. Вот компании сейчас они все закрыты. И Максимов Геннадий Васильевич. Они подают иски и начинают происходить какие-то странные дела. Вот во всем этом мы попытаемся разобраться, кто и что за этим стоит. Если вдруг вы встречались, как-то сталкивались с этими людьми, пострадали, может быть, от их действия, то обратитесь к нам в редакцию. Анонимность мы гарантируем. Там действительно очень много странных вещей. И почему суд так экстренно состоялся и повестку, которую суд отправил, адресат Стрельников не получил. Так и написали, что ему не удалось вручить и судебное заседание прошло без него. Почему судебный пристав, исполнитель сначала списал деньги, а потом уведомил человека, что в отношении него возбудили производство по судебному решению. Можно, допустим, списать. Ну что, суд, ну так вот, там дел много, они зашились, повестку послали. Там как-то она не дошла до адресата и провели без него. Судебный пристав, исполнитель, тоже у него там много дел. Но почему уголовное дело-то не расследуется? Почему оно полтора года лежит и ничего с ним не происходит? Меня удивляет тот факт, что на основании полтора года, как открыто уголовное дело, о мошенничестве этой преступной группы, никаких решений нет. Дело передается от одного следователя к другому. Поэтому я потерял всякое доверие правоохранительной системы. Не знаю, куда обратиться. Растерялся. Обращаюсь к вам, если можно. Помогите мне защитить мои права. И вот это вот самое странное, понимаете, несмотря на все другие странности, что я сказал, в суде, там, с судебным приставом, почему сейчас в ОМВД по городу Йошкар-Ла не расследуется это уголовное дело? Мы, конечно же, однозначно напишем запрос в следственное управление, чтобы нам ответили, что там случилось. Есть у нас какое-то ощущение, что, может быть, кто-то или что-то мешает расследованию этого уголовного дела. Мы очень часто с такими вещами сталкиваемся. Кто-то где-то затягивает, кто-то где-то тормозит. Нет ли здесь такой ситуации? Мы будем во всем этом разбираться. Пошлем запросы, как я уже сказал. И попробуем разобраться во всем, что происходит. Потому что, если это оставить безнаказанно, если не уделить должного внимания этому делу, то это и дальше будет продолжаться. Вы с помощью уголовного дела или ответьте, что Тружков и Максимов ни в чем не виноваты, и пусть они с миром гуляют. Или же пусть они понесут заслуженное наказание, чтобы просто неповадно было. Чтобы еще больше людей не пострадало от таких вот странных непонятных действий. Вот такое вот дело. Кто и что за этим стоит? Вот главный вопрос, на который мы хотим ответить в нашем новом фильме-расследовании. Ждите скоро наше новое видео из города Йошкар-Ола. А пока что, до свидания.